МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска новостей АОНПК Катрен. Федеральный сервис по поиску и заказу лекарств Аптека.ру. Здравствуйте! Это новости в студии Евгений Нифанов. Сегодня в Омске. Зимний плен. По-моему, было еще вчера делать, почему не делать только сегодня. Как в городе разбирают снежные завалы. Лишние гаражи. Мы не строим самое крупное, одна из самых крупных в городе Омске, которая связывает правый и неудеевый. Почему кооператив мешает развитию Омска. Дефицитные таблетки. Нету ближайших наших аптек. Что показал рейд Минздрава. А также собачьи деньги, тревожные трещины, полезная лекция и новости спорта. Чиновники мэрии просят депутатов Горсовета разрешить поднять стоимость проезда до 22 рублей. Сегодня на заседании профильного комитета директор департамента Виталий Маслик предложил одобрить повышение тарифа в городском транспорте с 1 апреля. Всему виной новые акцизные ставки на бензин, утвержденные президентом страны в понедельник. Они вырастут с 4 тысяч до 5 тысяч рублей за тонну топлива. Из-за этого бюджету города нужно срочно изыскать 11 миллионов рублей до конца года, чтобы заправить автобусы. О расширении парка речи даже не идет. Ни электротранспорта, ни автобусов в этом году не заложены в бюджет эти средства. Однако даже при цене поездки 22 рубля городской транспорт безнадежно убыточен. Финансисты подсчитали, что при новой стоимости проезда пассажирским предприятиям и перевозчикам потребуется 700 миллионов рублей субсидии, а в казне Омска заложено в три раза меньше – 230 миллионов. Окончательное решение о тарифе депутаты примут через две недели. Однако уже сегодня они задаются вопросом, будут ли наполнены автобусы, троллейбусы и трамваи при цене билета 22 рубля на фоне стоимости проезда в маршрутках – 18 рублей. Скоро мячам понадобятся резиновые сапоги, а кому-то даже и надувные лодки. Чиновники не могут гарантировать, что успеют вывезти скопившийся снег с городских улиц. Работы, выполненные только наполовину от плана, мешает мартовский снег. Так сегодня объяснил отставание замдиректора управления дорожного хозяйства и благоустройства. Дорожники вынуждены не только расчищать обочины и места возможного подтопления, напомню, их в городе почти 300, но и дорожное полотно. Только за минувшие сутки с улиц вывезли 6000 кубометров снега. Репортаж Ксении Тойчкиной. Погрузчик едва успевает загребать лопатами скопившийся снег, а ведь это лишь часть обочины дороги по улице 24-я Северная. О том, как часто здесь бывает уборочная техника, можно судить по высоте этих без преувеличения снежных глыб. И вот какую оценку дорожникам ставят омичи. Да плохо, конечно, они работают. Почему? Ну, не знаю. Например, у меня муж на «Газели» работает, и такие вообще пробки из-за этого снега. То есть это нереально. Вообще, в принципе, нет. Вообще, в принципе, не устраивают дороги в Омске, если взять даже это. И так, как их убирают. Это можно было еще вчера делать, почему делать только сегодня. «Делаем все, что можем», – отвечает заместитель директора управления дорожного хозяйства и благоустройства Александр Зауэр. Службы трудятся в круглосуточном режиме. Первые на очереди по уборке места возможного подтопления. Из 300 опасных участков пока расчищено 167. С них вывезено 45 тысяч кубов снега. И это только половина от плана. Ежедневные осадки сильно тормозят работы. Дорожные службы не справляются. А между тем, синоптики предвещают плюсовые температуры уже к концу следующей недели. Гарантировать, наверное, никто не может, что кого-то не подтопит. Но, тем не менее, мы идем к тому, что мы этот график выполним. Сегодня мы работаем очень плотно и очень, так сказать, тоже согласно нашей схеме. Готовим технику, которая будет работать в период паводка. Это водооткачивающая техника. Сегодня уже 80% этой техники подготовлено. Осталось там буквально детали. Уже сейчас ясно, такая техника будет крайне необходима в частном секторе. Многие ливневки забиты. Талая вода с дорог будет стекать туда. А между тем, состояние придомовых территорий сегодня беспокоит сотрудников МЧС. Сугробы у некоторых уже почти сравнялись с крышей. Они сами себя наказывают. Вы правильно сказали. Они сами себя наказывают, что придет паводок, вода придет в дома. Поэтому желательно своевременно организовать работу. Подворовые обходы еще раз людям объяснить. Каждый год вода приходит и в дом Николая Шабанова. Может и фонтаном из-под пола забить, признается пенсионер. Он расчищает подход к калитке. На большее ни сил, ни средств не хватает. На поле год надо машину нанимать. Это дорого? А это что? Деньги, да? Ну. И деньги немалые. Мы обзвонили пару компаний, которые предлагают свои услуги. 2500 КамАЗ с выводом, с погрузкой, с утилизацией. Все вместе. 2500 рейсов. Ну, я не думаю, что у вас там будет 20 рейсов. Если будет у вас 10 машин там, то можно будет по 2000. Машина 15 кубов. Как выяснилось, 2500 – это не так уж и дорого. Если одна большая машина вместе с погрузкой, шахман китает объем кузова, у него как два КамАЗа, будет стоить 7000 рублей. То же самое объем снега вывезти, только на КамАЗах, будет то же самое стоить 7000 рублей. Два КамАЗа вместе с погрузкой. Между тем, складирование снега у своего дома незаконно. Сначала окружная администрация выписывает предупреждение. Если оно проигнорировано, на собственника дома налагают штраф от одной до 5000 рублей. Но вот что странно, сколько их выписано, неизвестно. Как нам сообщили в Управлении административной практики и муниципального контроля Омска, такой статистики не ведется и никогда не велось. Убирать придомовые территории в частном секторе должны собственники домов. Однако жителям переулка Космический повезло. Их улица попала в список мест возможного подтопления. Поэтому здесь снег уберут дорожные службы. Сегодня губернатор вспомнил, что на отлов собак нужно выделить деньги из областного бюджета. Из-за отсутствия таких средств. С начала года в Омске бездомные собаки разгуливают по улицам абсолютно спокойно. Более того, нападают на горожан. О таких случаях сообщают в Чкаловском поселке и на Московке. С марта прошлого года все полномочия по отлову и содержанию бесхозных животных переданы субъектам. И вот Виктор Назаров распорядился срочно изыскать деньги и перечислить их в муниципальное спецавтохозяйство. Трещины в здании гимназии номер 88, из-за которых некоторые родители прекратили отпускать детей на уроки, не представляют опасности, заявили в департаменте образования. Чиновники отказались от закрытия общеобразовательного учреждения после внепланового технического обследования. Оно показало, что здание, я цитирую, ограничено, работоспособно. Подобное состояние конструкции характеризуется дефектами и повреждениями, но не является опасным и не приводит к внезапному разрушению. Впрочем, сегодня прокурор Омска обратился в суд с требованием обязать администрацию города провести капитальный ремонт гимназии. Предаваренное состояние он требует устранить до 1 сентября. Гаражи стали причиной раздора между собственниками и администрацией города. Бетонной стеной люди встали на защиту своих строений. Речь о гаражном кооперативе «Полет-62». Он расположен на улице Конева, напротив ярмарки «Торговый город». И существует там уже больше 20 лет. Но теперь нахождение там гаражей под вопросом. Дело в том, что из-за изменений территориальных зон участок под капитальные строения окажется в зоне наземного транспорта. Улицу Конева в этом месте планируют расширить до 6 полос. Гаражи же у людей в собственности, а земля под ними нет. Если при советской власти такого понятия не существовало, что людям делать? У людей только ордеры. Говорить о том, что это временное, нельзя. На временное строение ордера не выбывали. И то, что, как говорится, со временем появилась нормативная новая база, приняли там кодексы, это уже другое дело. Но об этом не надо задавать, что у нас имеется норма ордера. Это не временное строение. Багистраль – самая крупная, одна из самых крупных в городе Омске, которая связывает правый и левый берег, и, возможно, строительство метро. Я это поясняю для чего. Должен быть достойный, конечно, уровень. И сейчас, поскольку вас никто не трогает, вы живете, но в перспективе, в перспективе, все-таки, я думаю, что рано или поздно город будет заниматься этой территорией, но не варварским каким-то путем пиратским. Вот в этом я могу абсолютно вас успокоить, потому что законодательство иного не допускает. Иными словами, неказистые бетонные гаражи не могут стать преградой для развития города, и когда придет время, их снесут. При этом выкупят у владельцев строений. С приходом эпидемии гриппа продажи противовирусных препаратов в стране выросли на 45%. Напуганные омичи штурмовали все аптечные пункты города, но в некоторых даже не хватало защитных масок и противовирусных средств. Сегодня Минздрав проверил аптеки Омска на наличие лекарственных препаратов. Репортаж наших корреспондентов. Главная задача проверки – убедиться в наличии жизненно важных препаратов и доступности аналогов импортных дорогих лекарств. Нагрянули без предупреждения, проверяют строго по списку. И зарубежные, и отечественные, и отечественные, и подороже, и самые максимально дешевые. Для ревизии выбрали самые крупные аптечные сети города – фармакопейка, аптека от склада, семейная и биомедсервис. Уже проверили 44 аптеки, в планах еще 81. По словам Ильи Батухтина, начальника по лицензированию медицинско-фармацевтической деятельности, нарушений они пока что не выявили. Впрочем, сам чиновник повышения цен на лекарства не ощутил. Принимаете витамины? Ну, принимаю. Ощутили ли повышение цен по сравнению с прошлым годом? Вы знаете, не я приобретаю. У меня времени нет, к сожалению, заходить в адеку. Трудности с медикаментами испытали многие омичи во время вспышки свиного гриппа. Некоторые жители испытывают их и сейчас. Татьяна Трынченко приехала в эту аптеку за лекарством для бронхов с Московки. Когда речь идет о здоровье, поедешь хоть на край города. Врач вчера выписал, нет ближайших наших апотек, а здесь позвонил и сказали, что есть. В этом фармучреждении все в норме. Такие проверки уже стали рутинным делом и совсем не пугают, признался руководитель фирмы Олег Мирошник. Проверяют самые разные ведомства по самым разным поводам. Мы постоянно ищем что-то новое, расширяем ассортимент. В том числе, допустим, в этом году расширили противовирусные препараты, закупив впервые в Омске отечественный прямой противовирусный препарат Триазавирин, который является, наверное, прямым конкурентом зарубежному препарату. Проверку на обязательный перечень медикаментов и их ценовое соотношение эта аптека прошла. Комиссия отправилась проверять следующие аптеки из своего списка. Денис Ионос, Ксения Бесарап, Александр Филиппов, Антенна-7. О результатах рейда сообщат позже. Официальное число ВИЧ-инфицированных россиян приблизилось к 1 миллиону. И из них 13 тысяч приходится на Омский регион. Данные сегодня сообщили специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. По их словам, показатель увеличивается в геометрической прогрессии. Прирост за месяц в среднем 150 человек. Из них 80% – люди в возрасте от 20 до 40 лет. И это только официальные данные. Ведь человек может и не знать о том, что заражен. Во всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции специалисты встретились со студентами, чтобы рассказать о мерах предосторожности. К серьезному, казалось бы, мероприятию студенты отнеслись поверхностно. Некоторые даже не знают, зачем пришли. Я не в полной мере представляю, что здесь будет, но я чему-то новому, видимо, научусь. А что куратор сказал, что здесь будет? Что мне нужно приехать. Просто нужно, слушаешься. В отличие от Вадима, студентка Елена тему обсуждения назвала без проблем. Жаль, вот только на этом познания девушки заканчиваются. А ВИЧ-инфекции и способах защиты ее представления крайне туманны. Ничего не трогать. Вообще? Нет. Ну, я не знаю, это как передается, каким путем. Ну, ты знаешь. Возвучно-капельный. Такая безграмотность может привести к плачевным последствиям, говорит специалист Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Светлана Карачева. Неверный шаг может стоить жизни. По статистике, 80% зараженных ВИЧ-инфекцией – это люди в возрасте от 20 до 40 лет. Попасть в их число можно даже, делая татуировку или пирсинг. Иглы, шприцы и прочие инструменты, которые проникают под кожу, должны быть стерильны. Так мы избежим заражения ВИЧ-инфекцией через кровь. Есть еще два пути попадания болезни в организм. Если говорить о профилактике полового пути передачи, то это, конечно же, первое – грамотное использование средств защиты, но что более надежное – умение воздержаться от сексуальных отношений, если есть малейшие сомнения в партнере. Ну, а третий путь передачи – от матери к ребенку. Если женщина, в принципе, грамотна и вовремя стоит на учет, то даже будучи ВИЧ-инфицированной, она может успеть сделать все, чтобы ребенок родился здоровым. Проблема в том, что болезнь может долгое время не проявляться, поэтому врачи рекомендуют делать анализ крови на СПИД раз в год. Если вы столкнулись с опасностью заражения, например, случайно укололись шприцом в подъезде, когда мыли пол, к сожалению, такие предметы на лестничных площадках, некоторых многоэтажек – не редкость, то тянуть не стоит. Лучше провести анализ как можно быстрее. Если результат отрицательный, вы успокоитесь и впредь будете осторожнее. Если нет, то на ранней стадии заражения специалисты смогут вам помочь. Мы говорим о ВИЧ-инфекции, где СПИД является ее последней стадией. На сегодняшний день существует ряд препаратов, которые позволяют до СПИДа человеку не доходить, даже если он инфицирован. Поэтому от СПИДа на сегодняшний день себя может защитить любой человек, который грамотен и даже является носителем ВИЧ-инфекции. То есть он просто будет бережно, скажем так, немножко в другом режиме, соблюдать все правила, относящиеся к здоровью. Однако этих рекомендаций недостаточно, уверена начальник Центра социально-психологической помощи Анастасия Дирксен. Необходимо с юности сформировать у ребят правильную духовно-нравственную позицию. Сегодняшний тренинг нацелен именно на это. В форме интерактивной творческой мастерской студенты должны расставить для себя приоритеты в жизни. У ребят есть возможность осознать, задуматься в очередной раз о том, что моя жизнь в моих руках и только от меня. Каждый момент времени зависит, что меня ждет сегодня, что меня ждет завтра. Возможно, задумка организаторов удалась. По крайней мере, через полчаса мероприятия смех студенты сменили на более серьезный настрой. Ксения Тойчкина и Сергей Гаврилов. Антенна 7. Редких именинников в Омске прибыло в високосный год 29 февраля. В пяти роддомах Омска на свет появились 44 новорожденных. Впрочем, четыре года назад в городе родились 90 младенцев. Теперь все они имеют полное право отпраздновать свои дни рождения только раз в четыре года. И лучше, и выгоднее. Как увеличить скорость и при этом заработать бонусы при заправке? Сеть АЗС «Газпромнефть» представила автолюбителям обновленную программу лояльности «Нам по пути». Обслуживание клиента практически в 10 раз быстрее. Такой результат принесла на первый взгляд маленькая технологическая революция. С начала года программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» заработала на новой технологической платформе. Оценить преимущество успели уже более миллиона автолюбителей по всей стране. Среди них известный в регионе байкер Кирилл Хариби. На его счету 250 тысяч километров, проделанных как на мотоцикле, так и на автомобилях. Я всегда заправляюсь на заправках «Газпромнефть». И очень удобная новая система, бесконтактная дисконтная карта, очень быстро, комфортно. Особенно это влияет, когда ты путешествуешь на мотоцикле, хочется побыстрее заправиться и поехать дальше. Если раньше для зачисления списания бонусов с карты оператору нужно было вставить ее в терминал, то теперь достаточно только поднести к нему. Это позволяет сократить время транзакции до 5 секунд, то есть почти в 10 раз. Эта технология базируется на применении чипа, NFC-чип, это называется неофилд коммуникейшн. То есть бесконтактная коммуникация, обмен данными. Бонусы зачисляются мгновенно. Управлять бонусным счетом, отслеживать истории покупок и данные о транзакциях можно в личном кабинете, в том числе с мобильных устройств. А с 1 марта стартует акция сети, в рамках которой владельцы новых карт будут получать двойные бонусы. Это поможет не только быстро компенсировать расходы на приобретение карты, но и в зависимости от статуса карты получать до 10% бонусами за каждую заправку. И теперь о спорте. Новый старт у омских велосипедистов. Более 50 спортсменов состязались в розыгрыше Кубка области по трековым гонкам. В соревновании 8 этапов и за каждые начисляются баллы. В первом туре спор шел в двух номинациях. Индивидуальные гонки-преследования на 3 километра и групповом старте по очкам. В первом виде хороший для начала марта результат показал Аман Адилов. Один из лидеров нашей мужской команды проехал дистанцию почти по мастерскому нормативу за 3 минуты и 37 секунд. И 2 февраля мы отработали на полную. Спасибо, что у нас открылся такой чудесный трек в нашей Омской области. Это третий трек в России крытый. И я всем доволен. Старт пошел хорошо. Я доволен своим результатом. И будем готовиться дальше к дальнейшим стартам. В стартах юноши лучшие результаты показали Виктор Инкеев и Василий Лобанов. В споре девушек отличилась Мария Иванцова. Следующий этап Кубка состоится в воскресенье. С 24 по 27 марта в Омске пройдут всероссийские соревнования Кубок страны и турнир Индия Спорт. За медали будут соревноваться несколько команд. Синишировали ребята сегодня и показали неплохие результаты, от которых можно отталкиваться более высокими, конечно. Это уже и самое оптимистичное, наверное, что есть. От этого результата можно оттолкнуться. Омский штангист Руслан Катиев установил сразу два рекорда региона в чемпионате области по жиму лёжа. 29-летний спортсмен поднял с груди 278 кило в экипировке и 215 в классике. О спортивных подвигах наших атлетов расскажет Владимир Истомин. Яркими получились обе победы. По восходящей с третьей попытки по эффекту сильнее получился подъём в экипировке. Прежнее достижение в категории до 105 кило держалось четыре года. Здесь и заключается работа атлета самого с собой в том, чтобы убедить себя, что ты уже готов. Основная борьба атлета – это борьба с собой. Если ты уверен в себе, уверен в том, что ты готов, то ты сделаешь всё. Нет ничего невозможного. Рекорд подхлестнул других атлетов. Следом за Катиевым хороший личный результат показал ещё один омский тяжеловес – Евгений Уткин. Припавил, тренируюсь под руководством хорошего тренера, мне кажется, лучшего в Омской области, Матукас Станислава Витальевича. Какие программы он составляет для меня, по ним и работаем, нарабатываем. Вот сегодня чемпионат Омской области. В принципе, неплохо добавил в жиме, в предыдущем с прошлыми соревнованиями. В прошлом соревнования по жиму лёжи я пожал 190 килограмм. Сейчас, вот, год прошёл практически, уже 205. Появился в зале и главный рекордсмен Омской области – Михаил Шевляков. Без экипировки и соревновательных амбиций. Самый сильный человек России в ближайшие дни представит нашу страну на знаменитом турнире на призы Арнольда Шварценеггера. Пришёл на соревнования только для того, чтобы добавить эмоции спортсмену. Форума – одна из самых лучших, как на мой взгляд, так и на взгляд тренера. Конечно, взгляд тренера для меня важнее. Но, тем не менее, надеемся выступить более чем достойно в предыдущий раз. Ну, а там уже всё, как говорится, в руках Бога. Поддержка чемпиона помогла. На финише турнира спортсмены обновили ещё несколько личных достижений. Отличились девушки. Представительницам прекрасного пола ближе классический вариант жима – без экипировки. В этом упражнении две спортсменки показали достойные результаты. Асия Габидулина сделала движение со штангой весом 67,5 кило и стала абсолютной победительницей соревнования. А Анна Шмакова показала результат, равный собственному весу – 52 кг. Выступая в троеборе, безусловно, выкладываешься намного больше в трёх упражнениях. Жим в этом плане более короткое упражнение, поэтому можно показать на максимальные веса, потому что в троеборе это второе упражнение, там уже немножко работаешь чуть-чуть на усталости. А рецепт жима, наверное, все, не один спортсмен вам об этом говорил, чтобы много жать, нужно больше жать. Турнир «Арнольд Классик» пройдёт в США с 3 по 6 марта, а новое крупное соревнование в Омске состоится 9 мая. Это будет чемпионат Сибири и Урала по силовому экстриму. Владимир Истомин, Артём Колесников, Антенна 7. Продолжайте следить за новостями на канале Антенна 7 ТВ Центр, а далее рекламная информация. Вопрос, что дарить женщинам на 8 марта, решён. В Омске открылась выставка текстиля. Все товары нужные и придутся по душе любой представительницы прекрасного пола. Уютным дом делают ткани. И без постельного белья тут не обойтись. Подходящий комплект есть на выставке текстиля в экспоцентре. Товары от «Эконом» до «Люкс-класса». Богатый выбор, хорошие ассортименты. Самое главное – хорошее качество. Постельное бельё только из натуральных тканей. Сатина, бязи, поплина и шикарного сатина-жаккарда. Расцветки спокойные и яркие. Кроме этого, подарить себе и близким можно пледы, покрывало, одеяло и подушки. А ещё домашний трикотаж. Мы прислушались к пожеланиям мечей и привезли больше ассортиментов трикотажных изделий. Бижамы, домашние костюмчики, халатики. Весь текстиль из Иваново. Выставка будет работать в экспоцентре специально до 8 марта, чтобы без подарка не осталась ни одна женщина. Где всё это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Всё закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В Росювелир Торг к 8 марта при покупке золотого украшения второе в подарок. Успей до 15 марта. Подробности в салонах Росювелир Торг. Подарки приведут в восторг. 10 апреля в Омском Тьюзе звезда российского шансона Михаил Бублик. Не пропустите. Единственный концерт в Омске в рамках весеннего тура. Неверно рассчитан тариф. Ошибка в счетах за коммунальные услуги. Дорогу у дома не ремонтировали уже несколько лет. Звони в Аплод. 90 11 11. Одна из крупнейших итальянских банковских групп. Группа Интеза Сан-Паоло в России. Банк Интеза. Мир ваших возможностей. Фондю любит тебя. Фондю любит тебя. Фондю любит тебя.